Первый том читаем Иоанну на сегодня Будем читать в сорок первом Что сказали? Хорошо? Очень хорошо На каком языке? Дольче Немецкий? Я удивлен, что буквы одинаковые у немецкого и английского У меня откровение было Откровение? Я же не знал Ну там в немецком есть маленькие нюансы Там у них точечки добавляют Какой у нас видео Называется Умляут Так где? В немецком? Да И звучание другое Выгоняй всех детей Например Начинаем читать Вот он посреди Лезра Ну давай какой Щечки-то вонем какие Хорошие Ну что, все желающие зашли? Песня 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 И тебе за все хвала Отец и на Дух Святой Аминь Аминь Сегодняшнее чтение Евангелие Евангелие от Иоанна Все Спасибо Первая глава Стихи 43 по 51 Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь Аминь Стихи 43 по 45 На другой день Иисус восхотел идти в Галилею И находит Филиппа и говорит ему Иди за мною Филипп же был из Вифсаиды Из одного города с Андреем и Петром Филипп находит Нафанаила и говорит ему Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки Иисуса, сына Иосифова из Назарета Толкование блаженного Феофилакта Болгарского Речь Господа не просто говорилась, а сердца достойных тотчас воспламеняла любовью к нему Как и Клеопа со спутником говорит Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил с нами на дороге От Луки 24-32 Так как Филипп имел озабоченное сердце Постоянно занимался писаниями Моисеевыми И всегда ожидал Христа Кто как увидел его тотчас убедился и говорит Мы нашли Иисуса А это показывает, что он искал его Сей город был небольшой И приличнее мог бы быть назван деревнею Посему и нужно удивляться силе Христовой Что он лучших учеников избирал из среды, не приносящих никакого плода Филипп также не удерживает добра За самим собою Но передает Нафанаилу И как Нафанаил был сведущ в законе То Филипп отсылает его к закону и пророкам Потому что он прилежно упражнялся в законе Называет Господа сыном Иосифовым Потому что в то время считали его еще сыном Иосифовым Называют его Назарянином Хотя он, собственно, был Вифлеемлянием Потому что он родился в Вифлееме А воспитался в Назарете Так как рождение его было многим неизвестно А воспитание известно То и называют его Назарянином Как воспитавшегося в Назарете Стихи 46 по 48 Но Нафанаил сказал ему Из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему Пойди и посмотри Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила Говорит о нем Вот подлинно израильтянин В котором нет лукавства Нафанаил говорит ему Почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ Прежде нежели позвал тебя Филипп Когда ты был под смоковницей И я видел тебя Толкование Филипп сказал, что Иисус из Назарета А Нафанаил, как более сведущий в законе Знал из Писания Что Христос должен прийти из Вифлеема И потому говорит Из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит Пойди и посмотри Зная, что Нафанаил не отстанет от Христа Если послушает его речей Христос хвалит Нафанаила Как истинного израильтянина Потому что он не сказал ничего Ни в пользу, ни против его Ибо слова его происходили не от неверия А от осмотрительности и от ума Знавшего из закона Что Христос придет не из Назарета А из Вифлеема Господь сказывает ему то, чего не знал никто Кроме его самого и Филиппа То, что было говорено и делано наедине И таким образом открывает свое божество Филипп беседовал с Нафанаилом наедине Когда никого не было под смоковницей Однако же Христос и не быв там Знал все, почему и говорит Я видел тебя, как ты был под смоковницей Господь заговорил о Нафанаиле Прежде чем приблизился Филипп Для того, чтобы кто не подумал Что Филипп пересказал ему о смоковнице И о прочем, о чем он говорил с Нафанаилом Стихи 49 по 51 Нафанаил отвечает ему Рави Ты сын Божий, ты сын Израилев Иисус сказал ему в ответ Ты веришь, потому что я тебе сказал Я видел тебя под смоковницей Увидишь больше всего И говорит ему Истинно, истинно говорю вам Отныне будете видеть небо отверстым И ангелов Божиих восходящих И нисходящих к Сыну Человеческому Толкование Пророчество Пророчество Имеет величайшую силу Привлекать некоторых к вере Его сила более, чем сила чудес Ибо чудеса могут быть Представлены призрачно и бесами А точного предузнания И предсказания будущего Никто не имеет Ни ангелы, ни тем более бесы Почему и Господь Привлек Нафанаила Сказав ему и место И то, что Филипп знал его И что он поистине израильтянин Нафанаил, услышав сие Почувствовал величие Господа Насколько было возможно И исповедовал его Сыном Божиим Впрочем Хотя и Сыном Божиим исповедует Но не в том смысле В каком Петр Он верует только, что Иисус Есть человек Боголюбезный И царь Израилев Если бы он исповедовал Его истинным Богом То не называл бы его Царем Израиля Но Царем всего мира За сие он и не ублажается Как Петр Посему и Господь Исправляя его И возводя к уразумению Достойному его божества Говорит Будете видеть ангелов Божиих Восходящих и нисходящих На Сына Человеческого Принимай, говорит Меня не за простого человека Но за владыку ангелов Ибо кому служат ангелы Тот не может быть простым человеком Но истинный Бог Сие сбылось при распятии И при вознесении Ибо как повествует Лука И пред страданиями Ангел с неба укреплял его И при гробе явился ангел И при вознесении Богу нашему слава Ореки Аминь Вот ради смерти О болящих Что с дымовыми не знаете Ореки Я написала «Отнижаться надо» Заболели Простыли Юля тоже с Акелиной болеют Она напишала что-то их не помянули даже но динамика положительная и Николай отказался от гатитализации на реабилитацию второй этап операции отменили и реабилитационное отделение в нашей больнице динамика положительная благодарите всех за молитвы и просят еще продолжать на лице Любовь Петровна болеет всем привет сердечник, что всех любит, помнит спасибо Христос не грех, нет Валентина Павловна написала, что еще болеет поэтому тоже болеет Людмила Степановна тоже ходит где-то тебя на кузне еще тоже приболела тоже приболела ее не упомянули в списке ну она написала, я сейчас только поняла, что ее нет надежды Васильевны нету Надежда Васильевна что? Львов Николаевна, Львов Николаевна, Львов Николаевна, Львов Николаевна здесь была постоянно молитесь о ней Любовь Николаевна была на приеме у сосудистого хирурга рекомендовано оперативное лечение но на сегодняшний день нет расходных материалов как только появится, он ее пригласит на операцию операция будет амбулаторная не сложная операция, но необходимая Ну, у нее от такого неоперативного лечения домашнего лечения, скажем так есть положительная динамика поэтому, ну, расписала ей, что там нужно делать Помоги, Господи Еще кто о болящих мы никого не поминали, да? Попросить молиться о моей школьной подруге она верующая у нее ребенка полтора года ребенку из больницы не вылазит, к сожалению недавно была обнаружена на почке обхоль вроде как доброкачественная, но точно не знаю на одной предыдущей почке уже была обнаружена было потрачено много средств ноль вылечили сейчас обнаружили на другой она сейчас в Новосибирске на лечение помолитесь, пожалуйста младенца зовут Ульяна, мать Елену помолитесь, пожалуйста, о Елене, что есть силы Господи, помоги так, ну теперь о путешествующих путешествующий у нас Константин они говорят, почему нет болеют простуды нехорошие слова болеют болеют, это недвижимые все ушли на фронт закрыты а где-то маленько кольнуло уже это не годится надо бороться за право быть здесь я не встал так просто говорю он пришел за тобой потянул другое человек, который все это знает он такую большую работу в интернете ведет там и для детей и все заболел что заболел? от перелом ноги или что? ну грипп или что? простыл, простыл ну вот как тогда копать картошку а не пришел Иван а почему не пришел? а он болеет а что? да у него насморк ну раньше был грипп, теперь другая болезнь ну такая вот новая модная болезнь лук хорошо помогает всем вот лук прям вот так вот оденьте в маску оденьте туда много лука и на ночь лечить часа 4-5 я вот тоже завалила вот так вот просто одела на себя лук утром встала вообще ничего нету вот такое средство лук лук от семьи не дук да да серьезно очень хорошо так еще раз о путешествующих значит Константин я о болящих могу сказать Константин Никита Никита служебная командировка в Шанхай до 29-го помоги ему Господи обратиться и Галина да путешествующая Галина когда она возвращается 25-го 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 возвращается Игорь Третьяков Игорь Третьяков Игорь Третьяков но он звонил мне сказал что еще неделю может быть и собирается вроде как возвращаться там уже без него доделают что-то ну и наши воины Юля с Акелиной болеют Юля с Акелиной болеют вместе у нее температура 6 дней была она лежала пластом даже не ела недвижимо как вы говорите недвижимо может дома остаться ну что сюда все должны все потом пластом лежать что-ли пошли не хватит да значит Никита Александр и Максим помните да ну еще я помните тогда просил отмолиться о Денисе который родственник мой он так внучатый племянник его пролечили в Москве и вернули на службу но он уже не в действующей бригаде а на компьютере там занимается так что слава Богу благодарю за молитвы об обращении его жены и матери Надежда жена Наталья еще о ком исполнили помолиться говори ну курсы переподготовки я записалась они должны начаться завтра операционное дело то есть помимо основной учебы которая сейчас уже у нее заканчивается последний наверное не переподготовки а подготовки потому что ты еще у тебя так ты еще не готова была у тебя нет специальности поэтому у тебя подготовка не переподготовка одним словом у тебя еще дополнительная специальность да то есть она не просто общая медсестра а вот уже специализация по операционной медсестре помоги господи очень тяжелая очень сложная специальность очень ответственная очень ответственная очень ответственная не каждая может медсестра стать операционной или там медсестру анестезистка это самые самые такие высший уровень из всех медсестер помоги завтра у нее начинается в начале вы вы хотели о болящих говорите вот о болящих кому говорить не говорите у меня мама Мария Игоровна еще на револе была двенадцать детей живых десять вот скажут когда люди не знают одну корову выдаить без аппарата вручную а их двенадцать коров колхозных два три раза надо доить в день семья муж без руки и мы ни разу не видели мать лежащей один раз она простыла на печку залезла русская печь и лежит и размышляет а где брат Иосиф сын ее за телятами ходит а на улице такой мороз что же я лежу то когда он там один я встала оделась пришла ну а там то жарче я скинула все приходит домой ничего не болит она вилами навоз повозит это не Германия все вручную ни разу никто не видел это я о болящих говорю в прошлом году у меня или уже полгода я посчитал шесть болящих сразу на меня кинулись ну так если сказать только на коленях еще нет ну каждый день даже Володя сделал замечание что-то перестал утром гимнастику делать я лежа там насмотрелся в интернете подкладывать ногу растягивать садиться там ногами как ну и закрыли тут ход то то есть я ходили каждый день с Володей Николаев под мост молились о сохранении моста вот это о болящих второе к врачам а кого кто объясните мне я про человека многое считал знаю и Павел Рогозин Павел Осипович из партистантов он пишет существует загробная жизнь подробно все данные о человеке зачем вот эти от носа вот эти вот две полоски идут у всех вот я маленько только чуть-чуть но уже видно что будут и посмотрите друг на друга в зеркало ну это вот не видать вот его совсем нету почти для чего они нужны а они не случайно вот смотришь вот под старостью вот посмотрите как они ярко выражаются для чего ну гляньте друг на друга для чего эти две полосы я в интернете везде пытался нигде не я сам думаю что нашел ответ а почему не получается я знаю это божье творение я точно такой же господи а для чего они есть а что есть вот они ну не так а другие которые даже вот так навестят этот складкой смотреть страшно что это означает еще вот скажите какие мысли у кого или остальные размышления судебной медицине это используется для определения возраста один из моментов судебно-медицинской экспертизы вот приходят на освидетельствование и определяют возраст круто или нет так что выходит с рождения до смерти указывает на возраст нет тут намного глубже ну вот он вот пожалуйста все дальше то еще непонятно то здесь тоже можно на многом говорить об уровне тестостерона гормона вашего гормона да вот эти вот две полосы у людей у женщин и у мужчин одинаково при том молодые вот посмотрите даже у молодых кто-то сидит и глядит как заметно же что ну рядом вторая глядит и это нормально чтобы не было ни одного человека складка между мышцами которые в скелетной мускулатуре складка между мимическими мышцами мышцами скелета лица обычная складка уже рядом прям проходит ну оставить на следующий раз подумайте потому что это мудрость Божия в этом великая мудрость Божия почему Бог за чего взял вот этот как говорят рубинник такой за чего а ты понимаешь сколько в нем заложено ну кого рубинника у кого столько вот так как-то я сделал дорога едем в карман что-то теперь отгадайте еще у меня есть вот если разрешается две ошибки сделать а нет значит в поезд едем что кто наконец узнали у человека у каждого это есть и человек с этим борется но если у него случится что этого нету что у меня в руке он платит деньги немало чтобы у него было если есть борется чтобы не было что это у меня тут в руке притом у каждого человека это если мы в поезде едем и чтобы зря не сидеть ну загадки разные загадываем а вот что у меня здесь в кармане носовой платок еще носовой платок ну носовой платок ну еще носовой платок в любом возрасте как носовой платок так я вот так руку показываю кулакею платок увидят а так никто не верит один только человек разгадал спустя несколько лет если нету платить деньги у нас была одна сестра у нее какое-то повреждение было Валя Шитикова и она платила все время плакончик чтобы смазывать слеза слеза поняли слеза Сопли ну слоносовой платок они все главное смотри когда там пыли или что-то ты видишь какие идет заголок а платочки так что у у человека говорит под ногами а у барина не в кармане плачуешь ах простой человек выкинул как мудро устроен человек все до затылка Соплиный кулак слезать так хотел маленькое слово сказать когда разговаривать или где-то я знаю одного очень большого человека очень очень большой он говорит во время разговора предложение не оконится язык высовывает и губы это очень нехорошо притом это не от болезни а никто рядом не сказал имей ввиду язык не высовывать ты помнишь когда про одно дело говорил вот так надо исследовать все время и при этом этот человек вот так я знаю кто платочком не пользовался а прям за ног тянул это Генри Гиммлер это главный который все время боролся у Гитлера он рейс-канцлер был и Владимир Вольфович Жириновский все время голой рукой брался ну я вам скажу платочек это как шкаф термостат для микробов ваш платочек в вашем кармане сейчас хорошо бумажный одноразовый одноразовый да вытишься и выбросил ну естественно это так термостат для микробов для бактерий рассаду ну у нас нет микробов но конечно вот судья если уже заговорили об этой инфекции которая сейчас распространена вместо гриппа она теперь уже мы у нас время разъявилось теперь на до ковида и после ковида теперь мы в эту эпоху после ковида живем он теперь будет у нас как сезонная и не сезонная инфекция любая причем что интересно не только легкие поражают но и желудочно-кишечный тракт да у меня вот сейчас тесте хворает у него вирусная инфекция но вот связано с желудочно-кишечным трактом уже недели мы там это ротовирус называли ну вот все перепалилили ну это не ротовирус это ротовирус одновременно нанесли так он никуда не жарит все мама дорогая не, ну дождь говорит дедушка что-то туда принесли внуки и никто никуда не ходит так еще еще давайте заканчиваем когда говорят люди о чем-то помолиться вы понимаете это ответственность большая Павел говорит помолитесь обо мне чтобы я беспрекословно тайну эту открывал нельзя было говорить у меня просьба ко всем только запомните что я прошу у меня очень сильно ослабевается зрение почему я каждый день провожу 14-16 часов за компьютером не отрываясь это любой врач скажет что это абсолютно ненормально мне никак нельзя а что морква кончилась? а? морква кончилась? а? кончилась морква? да скажите морква кончилась но дело в том что у меня чрезвычайно вот уже с 3 часов 17 минут я уже за компьютером сижу почему потому что готовят уже заканчивается сбор материалов у нас готовится издание побудили меня к этому проповеди во свете святой библии ну вот эти книги лежат которые каждая книга это 752 страницы здесь готовится шеститомник по 1300 страниц и все которые проповеди которые были там новые их надо из видео превратить в ворд в буквы понимаете каждое слово надо превратить и которые уже помогали 68 человек у нас было которые помогали перевели а теперь надо корректировать все ошибки все убрать а знающим грамматику почти никого нету я по этому порху и там сижу 10 как только наберу отдал уже просмотрел примерно 200 проповедей не чужие а свои а так как где-то не слышно и когда перевели в ворд там слова красные стоят воскресательные вопросительные мы не знаем что дальше это было ну запись такая бывает но уже перевели теперь надо откорректировать а я хозяин я могу предложение выбросить и вспомнить как я говорил я очень нуждаюсь в молитвенной помощи это ну не секрет что это не не добро столько на глаза я утром встаю глаза прибываются я должен вот куда-то пойти постепенно постепенно открываю глаза тогда на свет только выйти говорят мне кажется такое надо говорить вода теплая там что-то пускает опустить голову туда и там моргать может только и осталось то есть а сколько думаете думаю в течение месяца закончим требуется для издания если будет так примерно 9 с половиной миллионов денег нет будут делать автосборы книгами рассчитаются меня побудили на это ну материал можно сказать японские капли принесу вам будете капать капли японские нет не буду ну вот мне молитва нужна молитва конечно я боюсь ну вы знаете что когда ходили 30 книг я унес в православе новое издание и не хватило раздавали и мы тогда нас отвез туда Игорь я отвез еще на стол митрополиту положил еще 40 книг это нам это не даром нам никто ни копейки не вернет вот это это обошлось это примерно 75 тысяч рублей ну священники которые я сказал которые есть поедете к другим дадите через секретарь сказал и которые отлично учатся семинаристы им подарить 70 книг сразу отстегнули надо молиться и о тех чтобы более полное православие кисеному православию сегодня книг таких нету отовсюду все выбрано официально туда с пригодом что главное это Библия еще вспомним Алексей Семенович Сисков благодарит всех за молитвы передает всем поклон хочу сказать что нужно молиться о нем постоянно потому что состояние его тяжелое в плане болезни у него и сердце там у него разрезана грудина операции две было операции на самих сосудах сердечных он известен здесь от пятки до макушки многократно сейчас он был опять в очередной раз в федеральном центре у него три было операции на тазобедренном суставе последняя операция закончилась тем что у него он не может находить на этой ноге постоянно боли слабость в этой ноге а его опять прокрутили провертили все сустав нормальный а ходить не может он мой крестник да вот а сустав нормальный а ходить не может ну вроде как немножечко получше стало но поэтому он благодарит уже за все благодарит Бога за все у него там это семейное изменение в костной системе по генетической линии еще прошу молиться о Михаиле и Елене встреча с главным врачом так и не состоялась он разными путями они ждут его звонят и встречи никак не получается приходят у меня еще вариант такой есть значит я звонил он там был ночмедом в начале он был ночмедом в Валейской больнице я там с ним познакомился потому что я там подрабатываюсь у них в Валейской а потом он переехал в Усть-Черыш в Усть-Черыш в Усть-Черышскую пристань там был ночмедом я ему позвонил думал что он может поможет а там под коверные игры между собой между всеми администрацией и врачами его сжили там какое-то судебное дело на него там возвели так что он не выдел но он депутат там местный может он помочь но он с ней с Еленой говорил в течение часа в общем как-то расположился все но насколько он сможет помочь не знаю но еще вариант главный врач Олейской больницы Олейской городской больницы он мне знаком могу попросить его еще трудоустроить их там но это 60 километров от Олейска машины нет машины нет но они готовы даже вахтовым методом вот приехал поработал скажем неделю приехал отдохнул опять вот как получится я не знаю так что ну может быть и там не получается потому что в другом месте может получиться так что молиться надо чтоб Господь устроил 12 тысяч на двоих 6 тысяч сразу за квартиру заплатить за коммунальные остается 6 тысяч на двоих ужас весь доход их месячный надо сборы сделать да вот еще что то хотела сказать ну вот пока так все да давайте я ей сейчас номер продиктую Елене если у кого сердце расположено ну как мы помните год назад когда они жили без зарплаты так же вот еще и тогда и пенсии не было мы им ну кто хотел то есть добровольно скинул вот у Лены карта привязана у Елены номер 8 906 964 06 95 кто-то помедленнее люди на паузу поставят и послушай я не даже не успела еще 906 964 06 95 5 у кого расположено сердце помочь чем-то этой семье тем более сейчас Михаил он как болящий прооперированный безработный она с пенсией видите как сложно устроиться на работе хотя кадровый дефицит все кричат о кадровом дефиците ну у него теперь уже две специальности он стоматолог с огромным стажем работает во всех областях его терапевты хирург и протезисты это российского аккредитации стоматолога здесь в России да но у него то есть а у него но он еще и проучился же он же раньше еще учился на пещере акушеров теперь он имеет аккредитацию еще еще молимся о сестре нашей Агнии чтобы Господь ее вот завел до этого места операции чтобы операция прошла успешно и чтобы она сдала экзамены ну вероятно придется экзамен переносить в связи с этой датой да если я если дата операции попадает на числа когда нужно сдавать экзамены и то есть госпитализация будет именно на числа когда должны быть экзамены то тогда мне принесут резервные дни на конец июня то есть это не страшно просто справку нужно им принести что то что я болела и все ну хорошо встречаем я вокруг да 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 ну хорошо сама ты как себя чувствуете слава богу ну вот будем молиться чтоб Господь ее довел до этого времени чтоб она дожила сдала экзамены и после операции все было благополучно спаси Христосу слава Христу аллилуйя занятия будет вести кто-нибудь Игорь сочную без сомнения сиротим без искрения Бога слово родшую сучую Бога родных суть обеличаем Господи защити Родину нашу от нашествия иноплеменников от внутренних расприй от беззакония которое в тайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших Тебя обрати к истине чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат Тебе как должно пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе Господи праведны суды Твои над Россией за то что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии прости нас Господи владыка жизни что сокрыли имя Твое Бог Иегова Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия Авва Отче Господи научилась семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей Тебе хвала слава честь и поклонение Пресвятая Троица Отец Сын и Святой Дух Аминь Аминь Милостивый Господи спаси и помилуй нас и прими наши молитвы возняния рук как жертву вечернюю благоухание приятное перед Пресловом благодати Твоей Ты Бог сотворивший этот мир и охраняющий его как здесь ждитель Ты Господь знающий все прежде бытия услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам любящий наш Отец Небесный Ради Голговской страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них спаси их и помилуй мы взываем о незаповедавших кому мы возвестили слово истины дай им поверить в то что за гробом нет покаяния приемлемо тобою чтобы они примирились с тобой при этой жизни тебе хвала слава честь и поклонение отец святой дух аминь говори господи владыка слушают и да слышат рабы твой голос твой аминь аминь до всех хрестов с Богом Господи там захватите спасибо спасибо